ребята всем доброе утро мы будем завтракать я буду кушать зерненый творог со сливками и джем малиновый все у нас вкусный кофе конечно же милашка ты будешь что-нибудь еще миланка уже покушала кашку думаю солнышко еще у милашки глазик чуть-чуть болит конъюнктивит у нас да солнышко покажи копилочка еще наш папа делает вкусный то что весь будешь хлеб в общем такой хлебушек будет делать ты будешь разрезать да вот так вот и в разрезы вот добавлять вот такой вот соус майонез чеснок и зелень будет очень вкусно правда весь ты не делай мы не сидим хорошо а максик здесь караулит у них олда зелень укропчик мы ему конечно дали он покушал но еще хочет дамок сейчас надо помыть еще тебе дать всем приятного аппетита ребята кто кушает вместе с нами мы кушаем а макси караулит правда свет солнце падает плохо видно мы когда кушаем макси всегда с нами вдруг что перепадет хотя он такую еду не кушать со стола да макси только нюхает а я знаю что нюхает ну дай скажи ну дай ты такой не будешь он учил укроп и чесночок ему нравится запах чеснока но он никогда не есть чеснок а зелень он обожает да максик хочет всем передать огромный привет сказать что у меня все хорошо да максик да я поел да я его снимаю когда видит камеру включен он начинает вокруг меня крутится восьмерочка туда-сюда туда-сюда да ты болтон ты любишь поговорить с зрителями да я от него он ко мне я от него он ко мне так всегда да он так разговаривает видишь и не понимаю почему когда именно камеру включая наверно зрителями так общается максик а может быть у нас зритель есть какая-нибудь кошечка британ очка на тебя смотрит это чувствуешь и передаешь большой пламенный привет да да максик посмотрите куда я иду ай максик я коробку зацепил и вот так вот мы можем ходить бесконечно лика пришла из школы как делали куда в школе у тебя что наконец-таки кульминацию рассказывал а далек асиня похвасталась рассказывала кульминацию не замерзла вас там еще не собираются на карантин школу закрывать вас кстати в классе все ходят или есть кто болит просто сня вот в комментариях читала многие прям школы закрыты и многих там допустим из 20 человек до в классе там 25 человек 10 всего лишь ходят в класс не ну не до такого что там пол класса болеют сегодня я знаю даже многих машины не позаводились у нас во дворе там вот стояли заводили машину там через аккумулятор или как это ну то есть проблему было завести машину многих то что так вот у нас мороз вроде концу недели ликуль ты смотрела концу недели до потепления ну как потепление завтрашние там градуса на 3-4 как бы поднимется да то есть получается днем где-то был утром утром ночи будет а минус 17 а днем будет жить потеплее где-то минус 12 вот так вот скоро весна март месяц и хоть чуть-чуть будет теплее потому что мороз уже надоели уже хочется весны хочется тепла солнышко хотя она сейчас марка говорится мороз и солнце день чудесно как бы вроде бы и морозно но в то же время небо голубое солнышко но все равно очень сильный мороз кусает носик примерзает забору лика делает домашнее задание это ты алгебру да делаешь что вы там сейчас делаете какое вы домашнее задание пора было строим по функции кто учится в восьмом классе кому-то кто такое задание делает пишите в комментариях я знаю что у многих совпадают домашнее задание с ликиным заданием помнишь мы как-то тоже вот так вот решали домашнее задание я тоже сняла и кто-то написал что лика помогла решить домашнее задание на было помню я просто снимаю почему многие в комментариях пишут пусть лика покажет прям как делать домашнее задание очень интересно давно я не снимала именно как лика делает домашнее задание ну вот это тоже последний например делаешь у меня вначале не проходило через вот эту координату 02 но в итоге она в общем то лика что-то начала сомневаться засомневалась что может быть не так но в принципе ну вроде как бы проход через эту координату все туда да молодец все алгебру ты решила ну вот такое домашнее задание что там тебе сейчас еще нужно мне еще диаметры и английский улики завтра по английскому почему мы так просто к этому относят улики завтра проверочная 5 вообще я заметила вас постоянно по-английскому проверочную в этой четверти до решила вас убить по моему в то четвертью вас не было столько проверочных в это практически через урок у вас проверочную может быть даже и каждый урок единственное что по-любому лика нужно учить английский может быть даже это и хорошо что у вас проверочная тем самым вы закрепляете материал программу а это кто тут прячется милана прячется играет в прятки мы с миланкой играемся с куколками лол миланка покажет своих куколок да милаш миланки снял целый день лечим конъюнктивит мажем глазки фрацелином капаем чуть получше уже показывай своих кукол у нас конечно их немного вот такая вот у нас куколка есть кстати вот этой куколик ты видела у нее нету сзади болтика вот у этой куклы ну да да не вообще все разные вот эти да ну в общем вот такая вот куколка у милана это вот именно из шарика q а лол да как надо да а это прям вот даже буква поделка но здесь вот у нас должны быть еще туфельки но мы не можем найти туфельки но они у нас где-то в коробке вот у милашки да вот такая вот еще одна одна туфелька вот она да у нас где-то розовенька вот она вот этой да куколке да 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 это ее вот мне больше всего нравится вот эта вот куколка ли гуля тебе какая больше блестящая вчера которого мы купили да вообще вот такая вот куколка вот подожди а меняет цвет к соревнования в комментариях платье платье да вот у этой куклы платье платье меняет цвет тоже меня тоже меня разве менять не дочь вот это куколка вот эта куколка плеваться умеет да вот это куколка вот это же плеваться умеет да может быть и правда кстати да они смотри они похоже платье ну нет я имею ввиду вот вот эти вот мне Мне кажется, они должны менять цвет. Знаешь, какая моя яйца? Какая тебе нравится. А это вот мы вчера новенького купили. Вот это. Миланке вот эта куколка больше всего понравилась. Нам блестящее у нее платье, блестящие волосы у нее. Ну да, симпатичненько. У нас в городе тяжело найти куклу Лол. Мы вчера с Ликой все магазины обошли. Нам с нее, кстати, в комментариях писали, что зайдите в ОК, зайдите в Ленту. Мы как раз-таки там вчера и были. Мы обошли весь ОК. Вдоль и поперек, да, Лика? И зашли и в Азбуку, и дочки-сыночки. Нигде нет абсолютно настоящей куклы Лол. И заходили в Ленту. Там в одном магазине. В самой Ленте не было, конечно же. А в одном магазинчике сказали, что под Новый год уже закончились. Были под Новый год, но распродали. И, кстати, они в ОК и в Ленте, вот где нам сказали, что продавались под Новый год, они стоили не полторы тысячи, они стоили 970-980 рублей, что-то там такое. Имена оригинальные. Ну, в общем, эти куколки тоже ничем не хуже, да, милаш? Посмотрите, какие они симпатичные куколки. Что, моя хорошая? Это шабадерки. Она умеет пыляться. Это тоже умеет пыляться. И она умеет менять, но теперь-таки да. Она... Плеваться, да? Туфлика. Туфлика и но. А еще от вчерашней куколки у нас где-то ободок лежит, милаш. Я знаю где. Знаешь где? Ну, принеси. Туфлика тоже красивенькая куколка. Мне почему-то вот эта нравится. Мне вот... Ой! Мне вот у этой куклы больше нравится прическа. Не знаю, она такая оригинальная. То, что вот именно разные цвета. Что, милаш? Кстати, у нее тоже был ободок. У нее тоже, да, был ободок. И тоже туфельки. У всех куколок туфельки. И какой-то аксессуар. Ну, вот эта куколь... А где бутылочки, милаш? Тут где-то. Где бутылочки? Нет бутылочек. Нет бутылочек. Ну-ка найди нам бутылочки. Там, кстати, у нас вот от двух кукол одинаковые бутылочки. Да, милаш? Где они? Не могу найти. Не знаю, милаша, если найдет. Я вот нашла. Нашла? Вот, да. И еще должна... А другая у нас синенькая, да? Или бутылка, не помнишь? Нет, нет, нет. Она красивенькая и беленькая. А, мне что-то казалось, что она синенькая. Мне кажется, синенькая. Даже кажется, что синенькая. Она такая. Какая? Какая? Как я сказала, скажи. Красная? Такая. Ну, вот такая красная. Ну, ладно, ничего. Хочешь, я им принесу ободок? Да, хотим мы, чтобы ты принесла ободочек. Ну, что ли, Куль, как у тебя с уроками? Все шикарно. Все идет по плану? Вот это прям платьица хорошенькая такая, да? Смотри, вот это куколки. Вот у этой? У дырки, да. Как нету дырки? Ну, пальцами не надо делать так. Я им не в платье дырки. А, ну да. Нельзя вон ту кукол и не соединяйся в платье. Нет, не это. Давай вот это то самое. Это прям поделка-поделка. Хороший милост? Это прям поделка-поделка и тебе более-менее похоже. Это поделка-поделка? Ля-ля-ля. А то соединяется, кладется, нету дырочки. Милашке один башмак. Вот, на бодочек. А дырочка все равно разница. Вот, одна яркая, а дырка не такая яркая. Ну да. Она келочкой. Она келочкой. Вот яичка. Мы, кстати, нас сегодня в комментариях спрашивали, где мы купили вот вчера вот нашу куколку блестящую. А мы в оке купили ее. Вот так Миланке она нравится. Миланка с нее целый день с ними играется. Да, Милаш? Когда-то нет. Когда-то нет, да. Когда-то мы с Миланой в прятки играли. Вот, одели ободочек кукле. Милаш, надо покормить ей куколку сону. Милана сказала, сейчас будем кормить куколку. Милана с ней день рождения тут устраивала. Икрается, икрается. Сами куколка Милол. Ой, как у нас глазик чешется, да, Милаш. А я не люблю щекотки. Ой, Милана не любит щекотки. Но надо терпеть, Милаш. Глазки не надо чесать сейчас. Давай будем потихонечку игрушечки убирать. Уже скоро спадки пойдем, доченька? Не честно. Не честно? И давай кефирчик. Кефирчик, пошли попьем кефирчик. Пойдем? Мы с Миланкой будем пить кефирчик. Милана в прятки играет. Купили с Ликой вот такой вот гель для душа. Смотрите, какой оригинальный, прикольный. Он очень вкусно пахнет. Клубничкой. Да, он пахнет клубникой, этот гель. Мы слегка очень довольны, да? А я нет. Милана нет. У Миланы свой гель для душа детский, да? И посмотрите, такая интересная упаковка, как будто бы... Мы поэтому сегодня во влоге отметили, что это именно гель... Да, это очень дорогое, дорогое. Что это именно гель для душа, чтобы не подумали, что это шампанское. И на сзади бутылочки написано. Да, сзади написано, смотрите, на этикетке. Не употреблять внутрь, только для наружного применения. Гель для душа. Я сейчас такая смотрю в камеру. У нас гирлянда, свечи стоят на Миланом комоте. И стоит бутылка, как будто бы шампанское. Нового года? Как будто бы, да, на самом деле. Это гель. В комментариях нам писали... Это не гель для душа, сто процентов. Это гель для душа. Классный, кстати, очень гель. С Миланка смотрим мультики Маша и Медведь. Очень люблю этот мультик. Я вообще в последнее время очень люблю мультики. И я очень люблю мультики. Особенно, когда не хочется делать уроки, да? Просто жить без них не могу. Не, правда, я люблю мультики. Я тоже очень люблю мультики. Особенно Барби. Или Диснеевские мультики. А я люблю мультик. Такой мультик. Тоже Барби. Нет, русалка. Барби, русалка и волшебный дельфин. Вот раньше как-то так, не знаю, не так любила. А сейчас Миланка постоянно смотрит мультики. И она не отстанет, пока не посадит тебя рядышком. И не скажет, смотри со мной мультик. В итоге садишься, хоть чуть-чуть. Думаешь, ну сейчас 5-10 минут посмотрю и пойду делать дела. Сядешь с милашкой смотреть мультик, время так пролетит. Потом бегом бежишь, как ужалено делать свои дела по дому или какие-то там другие дела. Потому что настолько мультики затягивают. Не знаю, они такие все интересные. Вот у нас, кстати, в комментариях спрашивали, какие мы мультики любим, какие мультики смотрим. Какие мы мультики смотрим, девчонки? Ну вот девчонки уже сказали Барби. Барби, диснеевские мультики. Но не для мальчиков, девчачьи мультики. Про принцесс. Про принцесс? Ну это я смотрю. Милашка тоже любит смотреть. Она любит холодное сердце смотреть, Милашка. И Барби со мной всегда смотрит. Нет. Нет. Я люблю холодное сердце. Барби, Петесь и... А я другую сказала, да? Ладно, пусть правильно повторяется. Милашка, волшебный дельфин, это тоже Барби. А я еще люблю... И холодное сердце это пункт. А я еще люблю про зайчика смотреть. Зайчик и яблоки, по-моему, как-то так называются. А я люблю... А я люблю такие советские добрые мультики. А я люблю. Мне кажется сейчас... Мне кажется сейчас дети такие мультики и не смотрят. Мало кто смотрит. Вот Ну, Погоди. Кот Леопольд. Ну, Погоди вообще, мне кажется, какой-то неинтересный мультик. Почему? Раньше я любила, сейчас мне вообще... А мне кажется, очень интересный мультик. Но сейчас дети в основном вот такие всякие. Барби, Винкс, Барбоскины. Винкс, Винкс, вообще шикарный. Барбоскины. Барбоскины тоже интересные. А вот такие советские мультики старые вообще никто не смотрит. А Барбоскины тоже поучительный мультик, что нужно помогать родным. Ты английский села делать? Лика, да, с Миланой делает английский. Милана будет учить тебя, Лика, сейчас. Будет проверять. Сейчас Милана быстренько там решит. Не надо. Милашка, давай Залику сделай уроки, сделай английский. Ладно, ребята, говорим с девчонками вам спокойной ночи. Пока-пока. Ставьте мне лайки и всем пока. Пока-пока. Всем спокойной ночи, всем пока-пока. Смотрите, что здесь происходит. Милана Залику решила сделать домашнее задание. Ещё и кусается. Милана. Милана. Я помогаю, да, Милаш? Ты че гипнотизируешь её? Милана. Милана. Милана.